Динозавр Рекс на своей планете Барбар чувствовал себя одиноким, он скучал по своему другу маленькому космическому кораблику и ждал, когда он сможет его увидеть. И вот однажды, Рекс зажег огни вокруг своей пещеры, где он жил, чтобы маленький космический кораблик мог увидеть, куда направляться. Привет, маленький космический кораблик. Привет, Рекс, знакомься, это мой друг Зеленый. Приятно познакомиться. Вы, наверное, устали в дороге, пойдемте в мою пещеру, я вас угощу чаем с конфетами. Но пока Рекс показывал маленькому космическому кораблику наскальные рисунки... Вот это да, это же настоящее искусство. Зеленый, как тебе не стыдно, ты съел все конфеты и варенье. Простите меня, пожалуйста, конфеты были такие вкусные, что я не заметил, как все съел. Обещаю, что больше так делать не буду. От переедания сладостей у тебя могут заболеть зубы. Пока ничего не болит. Где же мне взять конфет и варенье? Я знаю. Есть одна планета, Мармеландия, там делают вкусное вишневое варенье. И меня приглашали в гости. Отлично, летим туда. Друзья полетели на планету Мармеландия. Эта планета была очень необычной, все было из разноцветного мармелада. Помимо пряничных человечков, которые делали вишневое варенье, на этой планете жили мармеладные животные и разноцветные единороги. Привет, добро пожаловать на планету Мармеландия. Меня зовут Пенни. Привет, я маленький космический кораблик, это мои друзья, Зеленый и Рекс. Мы к вам прилетели с просьбой. Не могли бы вы дать нам вишневого варенья? Конечно мы дадим. А еще вы можете выбрать любые сладости, которые вам понравятся. Спасибо вам большое. От обилия сладостей у Зеленого разбежались глаза. Он хотел попробовать все. И только он откусил конфетку, как тут же. Мой зуб. Как сильно болит зуб. Скажи, пожалуйста, а ты много съел сладкого сегодня? Да, я съел сегодня слишком много сладкого. Мы хоть и живем на сладкой планете, где все любят есть сладости, мы знаем, что нельзя их есть слишком много. Это вредно для нашего здоровья и в частности для зубов. Мы тщательно следим за своими зубками и регулярно посещаем стоматолога, чтобы избежать кариеса и других проблем со здоровьем зубов. Пойдем к врачу, тебе нужно проверить зуб. Еще бы чуть-чуть, и твой зуб пришлось бы удалить. У меня есть волшебная пыльца, с помощью которой его можно вылечить. Ура, я здоров. Спасибо тебе большое, Нилул. Я обещаю следить за своими зубами. Теперь я понял, что слишком много сладостей вредно для здоровья зубов. И мы должны следить за своим здоровьем и чистить зубы два раза в день. Да, важно следить за здоровьем зубов, чтобы сохранить их здоровыми надолго. А теперь я вам покажу свою планету. И друзья отправились знакомиться с планетой Мармеландия. Планета Мармеландия была очень необычной, здесь все было из сладостей. Деревья из шоколада и зефира, домики в виде тортиков, покрытые глазурью, а дороги выложены дрожжи. На розовом песке росли кустики из сахарной ваты. Деревья были из конфетти и карамельной трости, а в небе летали разноцветные облака. Ватрушки и бабочки, конфитюшки. Прогуливаясь вдоль реки Лимонадная, друзья услышали. Вы слышали это? Похоже там что-то интригующее. Мы должны это проверить. Перед ними раскинулся захватывающий фестиваль космических кораблей. Все корабли отличались друг от друга, по размерам, цветам, вместительности и способностям. Смотрите, тот корабль меняет форму. А вот тот явно более быстрый. В рамках этого фестиваля проводились соревнования на кубок автокляк. Скорость, рев моторов и запах жженой карамели. Ежегодная гонка это самое долгожданное мероприятие. Кораблик, может и ты примешь участие. Каждый может попробовать. С удовольствием, я очень люблю гонки. Тем более, у меня стоит новый экологический двигатель, работающий на банановой кожуре. Сейчас испытаем его мощность. И вот гонка начинается. КОНЕЦ Маленький космический кораблик пришел победителем и занял почетное первое место и получил кубок и ленту победителя. Когда пришло время прощаться, жители Мармеландии подарили друзьям вишневое варенье, разные сладости и лакомства. Маленький космический кораблик вместе с Рексом и Зеленым возвратились на планету Барбар. Маленькому космическому кораблику и Зеленому пора возвращаться домой. На прощание динозавр Рекс подарил друзьям камень, с их портретами. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ